В Петербурге на территории Петропавловской крепости загорелся ресторан «Лето». Пожар произошел в служебных постройках, находящихся между зданием летнего ресторана и стеной Петропавловской крепости. Именно близость к историческому сооружению вызвала нарекания государственных служб. Директор находящегося в крепости Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Калякин рассказал, что у ресторана недавно сменились владельцы, которых просили отодвинуть постройки от стены. По информации канала «Деловое ТВ», ресторан размещался на этой территории незаконно. Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга подал на арендаторов участков суд, который принял решение о выселении ресторана. Этот скандал может создать большие проблемы директора музея Александру Калякину. После ухода Валентина Матвиенко с поста губернатора города в федеральных и городских СМИ появилась информация о критическом состоянии Петропавловской крепости. Сообщалось о том, что стены крепости прогнили, а башни могут обрушиться. Тогда с помощью председателя Комитета по культуре правительства Петербурга Дмитрия Месхиева скандал удалось погасить. Судя по всему, размещение ресторанов в Петропавловской крепости и ранее происходило с нарушениями. На месте ресторана «Лето» находился ресторан «Блеск», одним из учредителей которого был совладелец компании «Адамант» Аркадий Теплицкий. Ресторан «Лето» находится в бывшем помещении ресторана «Блеск». Сохранился даже дизайн прежнего заведения. У Комитета по управлению городским имуществом с этим рестораном тоже были проблемы. Арендатор земельного участка вовремя не заплатил на аренду.